Это больница областная, это 9,5 гектар территории, 34 здания, 4 лечебных корпуса, плюс поликлиника консультативная на 500 посещений в сутки и отделение центра экстрамедицинской помощи. Здесь работает в больнице 1484 сотрудника, коечная мощность 853 койки. В настоящий момент у нас перепрофилировано 350 коек под инфекционное и 26 коек реанимации. Но в настоящий момент, сегодня утром у нас 108 свободных коек есть. Как бы предостановилась вот последнюю неделю, у нас остановка и уменьшение пошла заболеваемости. Ну, на сегодняшний день особенность в том, что у нас, слава богу, южные области нормально себя чувствуют, а Могилевская область так в середине. Почему все-таки выше, чем область южная? Потому что она не отболела или, как говорится, не переболела первую волну. То есть Могилевская область была у нас в приличном уровне. Да. Все вы хорошо приняли. Отделение разберется на 26 коек. Сейчас занято два поднашивания. Заходите пациенты с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. От принимания до умения днем спорить. Первый пациент у нас... Долго, что ли? Да. 87 лет. Девятый день болезни, шестой сутки ИВЛ. У нас медленные положительные динамики. Пока что 100% от порода, почти до 35%. Молодой у нас устроен, 38 лет. Димоника, в деменцифалитом, 24 день болезни, 19-й суд силы. Идет отступление аппарата ИВЛ. Только суток, что по часу уже делается без аппарата. Молодец. Основное осложнение было в деменцифалит. Ну все, жить будешь. Не переживай, главное. Все позади. Еще одно на 10 тонн. Как? Сколько у тебя человек всего? Сейчас 17. 17, да? У нас в основном пациенты хирургического профиля, у которых в период лечения выявлено коронавирус. И прооперированные, которые есть? Да, есть и прооперированные. Слушай, они здоровые все. Ты что, привел меня? Нет, привет. Здравствуйте. Привет. Как вы себя чувствуете? Нормально. Нормально. Выздоравливаете мужики. Спасибо и вам. Главное не переживайте. И вам здорово. Но я особо не вижу, чтобы вы там уж переживали крепко. Но дело в том, что процесс идет на выздоровление. И учитывая то, что тут персонал такой очень отличный. Огромное спасибо нашим медикам. Огромное спасибо. Это точно. Спасибо вам за то, что... Ну нету, я еще не лечу людей. Но вы находите время. И вот пришли... Мужики не болейте больше. Самое главное не болеть. Хотя никто не застрахован от этого. Всего доброго. Выздоравливайте. Спасибо. Я так и знал. Я так и знал, что здесь девчонки нашли. Добрый день. Добрый. Ну, вроде ничего тоже. Жиренькие все, да? Спасибо. Так надо. Да, где нужно заведуешься. Нормально себя чувствуете? Нормально. Нажимать вам удобно лежать? Не очень удобно. Но что сделаешь? Вы воочию вылетите намного лучше, чем по телевизору. Хорошо. Хорошо, мне новый халат, земляки сшили. Поэтому я так выгляжу. Такой маложан, красивый безветный. А вы что, вы думаете, я состарился? Я когда состарюсь, то я сам убегу от вас. Выздоравливайте. Как ваше здоровье? Все, лекарства до единого. Сколько вы уже лечите в больнице здесь? Ну, я немножко. Немножко? Немножко. Ну, вы уже скоро же домой поедете, да? Да, да. Ну и правильно. А чего тут валяться в этой больнице? Хоть тут хорошо, но дома лучше. Здесь как в санаторий. Нет, ну если надо в санаторий, правда? Нет. Очень все профессионально, очень быстро. То есть вы не хотите мне что-то плохое сказать? Я хочу сказать всем. Такую благодарность. Они там пашут, они спасают людей. Они ночью над нами стоят. Ну ладно, девчонки. Я уверен, что вы будете хорошо жить. Успеху вам. Не болейте. Не болейте. Не болейте. Успехов вам. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова Корректор А.Егорова Продолжение следует...